Есть огромный задел прочности из Советского Союза. 72 года недаром прошли. То есть, у нас сейчас живо, здорово, вполне себе в разуме и в силах люди там 35+, которые или прямо выросли в Советском Союзе, или вот захватили его последнюю НРЦ. Они там родились, и у них были родители, которые всю жизнь прожили в Советском Союзе. И эти люди, которые сейчас составляют основное экономически активное большинство общества, они просто ещё вот они, вот мы. Это мы. Но пройдёт 20 лет, мне будет 64 года, например, я уже не буду такой активный. А сзади будет идти поколение людей, которые выросли уже не в Советском Союзе, которые никогда его не видели, не знают, что это такое, не понимают его ценности, и вообще выросли в другом обществе. И вот эти люди окажутся не в США, флагмане буржуазной демократии. Самые мощные экономики мира. Ну, сейчас вроде как Китай дышит в спину, но тем не менее, пока ещё так. Это значит что? Что у американцев очень много денег, которые могут любую проблему, по крайней мере, попытаться направить в неё бронзбойд с долларами и залить. И, возможно, в самом деле из-за чудовищных вливаний средств это приведёт к каким-то результатам. Хотя бы временно. Ну, хотя бы временно, да. У нас-то таких возможностей нету, потому что мы шестая экономика в мире, а не первая. И причём с многократным отставанием от флагмана под первых трёх. И у нас просто нет бронзбойта, мы не можем залить этим бронзбойтом. Вот когда вам эти люди, которым сейчас по 13-15 лет, там, 12-10, вот когда они придут на смену через 20 лет, например, ребёнку, которому было 15, всё будет 35. На секундочку. Вот тогда вы ахнете. Так точно. Если представить образную ситуацию, вот можно, как её вообще так вот, визуализировать, назовём это так, да, что мы летим в пропасть, и у нас есть некоторый парашют, который нас пытается остановить. Тормозной такой. И у него отрываются стропы. Вот эти стропы, это как раз то поколение, которое несёт ещё старый запас, запал, да, воспитать морально-этических норм, воспитанных в те времена, во времена Советского Союза. Зовёт эти стропы и отрываются, отрываются, ускорение всё больше и больше. И нас дальше ждёт там не флагман, а ждёт какая-нибудь Мексика с бандами, разборками и прочим-прочим. И всеми удовольствиями вот этого дикого капитализма, к чему мы активно стремимся.